Немножко рекламная пауза закончилась. Я люблю вот такие вот вещи разгадывать. Ну понятно, значит, это дёрт. Не подумайте, что это перекопа на почву. Это у меня в саду. Просто поборщик, который, как он умудряется этой бензокосой, вот как-то её чуть наклоняет, и она сдирает всю траву до черна. Вот. И может быть даже переборно. Дело в том, что зато не загорится, когда засуха. Травы, вид, почти нет. А самое святое, почва-то не тронута. Это раз. Листья это два, не тронуты никогда ни одного листика. Если вы подняли листик, если вы, это я, я не утрирую, если вы его подержали в руках, полюбовались, очень или не очень красивая. Если вам надо дегербария, вы, извините, спереди, скажите, ну надо, понимаете. Вот школьнику надо. Нам что заставлял учительница делать? Гербарии. И мы эти листья вставляли в эти учебники. Зачем до сих пор? Не знаю. Проходило время, мы выкидывали. Просто выкидывали. Ну а это было. Правда, польза была. Я научился отличать кулон от акации, например. Вот. Ну, само собой, дупа научился отличать. Так что, все-таки польза от этих гербарий была. Но, извинитесь, перед этим делом. А если просто полюбовались, положите на место. Не ваше, не смейте. Вы же, приходя в гости к соседу, к другу, пусть там лежит 5 копеек. Вы все равно их не возьмете. Правильно? Так и тут. Лежите, пусть лежит. Вот это важнейший момент. Но это еще не все. Это вот моя манера вести вебинары. Понравилось вам? Терпите дальше. Давайте смотреть сюда. Итак, перед нами подвой, прямой. Граница четкая. Качество прививки. Четкое. Но откуда ж ты взялась сбоку? Вот эти две ветки вылезли. Откуда? С подвоя или прямой? Ну-ка. Ну. Если бы я не знал ответа на этот вопрос, я бы так же бы сказал. Я бы начал бы говорить. Знаете, это может быть подвой, да. Вот. Почему нет? Это может быть прямой, а может это химера, а может это вегетативный гибрид, то есть показать свою некоторую начитанность. Да, это может студент какой-то. Внимание. Вот это вот многие знаете чьи? Это брат Иван, наш советич. Посмотрели? Посмотрели? Подвой, привой. Догадайтесь? Подвой, привой. Значит, что получается? Получается, а это всё-таки оказался подвой. Или гибрид, или химера. А мы к слову химера относимся так легко. И если дойдём до химер, мы ещё поговорим. Значит, ко мне два-три последних человека обратилось. У них высшее сельхозобразование. Но, как последний, я предпоследний не помню, кто они, но у них специализация. Они зерновики. Я не знаю слова зерновики. Это как? Они занимались зерном. А теперь хотят иметь сад. Обращаются ко мне. Почему? А почему не в ближайшие ГСУ? Мол, коллеги. Мне нужна помощь. Я хочу сад иметь. Почему не к ним? Ну, про рынок все знают. Это выброшенные деньги. А обратился ко мне последний. Он зерновик. Хотя, может, это неправильно слово зерновик. В общем, зерновыми культурами он всю жизнь занимался. Вышел на пенсию, захотел сад. Вот. И тогда получается следующее. Имея вот такое. Итак. Подвой, привой, то ли химера. Ну, вот это уже, если это все-таки назовем, как сказать, назовем, назовем. Ну, я их называю сыновья манжурского абрикоса. Я уже перестал привать на манжурца. Вот. А на его потомков. На сыновья манжурца. И вот получается такая картина. Прямой. Вот. Подвой. Вот. Ну, ничего. Даже кто, допустим... Ну, а, еще. Еще сложнее. Ребята, ну, я крыша на этом съедена, съехала. Я ничего не могу понимать. Ладно, вы просто... Мне убеждали солидные первые годы, когда начал печататься сотни статей, и мне серьезно люди... Они не выдерживали. А тогда были просто письма, и вот мне он просто пишет. Значит, подвой, подвоем, прямой, прямой, все остальное чепуха. А я говорю, а может быть, вот эти вот плоды, они ведь выглядят мелкие, симпатичными, согласны? Симпатичными. А если это благодаря тому, что вот это вот прямой, вот уменьшились плоды, увеличились на подвое, вот. И наша песня хороша, то ли химера, то ли витативный гибрид, то ли приснилась. Ну, согласитесь, что это интересно. Ну, неужели нельзя взять нам Маньчжурца, Досене и Маньчжурца? Вот человек же собрал, чтобы мне сделать заказ, только зачем-то решил это все 3-5 лет этим заниматься. Когда я говорю, полтора года, все, вот прямо сейчас заказывайте косточки. К осени по двое готовы. Часть из них и приливать-то не надо, уже вот такие, это уже можно иметь сразу. А весной часть привьете. А это не все. Варят Б. Я, смотрите, это Елена Александровна Савидич. Я при ней стал бы голову морочить? Нет? Как вы думаете? Внимание на дерево. Как этот говорил Якубович? Внимание. Как там дальше? Приз. Итак, одна ветка подвойная, другая привойная. А попробуйте мне сказать, какая подвойная, какая привойная. Ой, ребята. Смотрите. Эх, второй фотографии нету. Ладно. Пусть будет эта. Я в прошлый раз показывал. Вот. Эта же ладонь. Помните, только чуть-чуть другие были. Там, в принципе, вот такой же принцип был. Вот. Итак. Стоит ли отрезать ветки или целиком подвойное дерево? Это один, одна из моих тем. Почему? Я не всегда затрагивал. Я у себя оставляю. Вот. Я получаю плоды довольно... Это не обязательно королевский 100-граммовый. Или академик там. Вот. Это может быть... Сейчас я не вспомню. Амур. Серафим. Они еще... Еще и манчжурицев мог немножко уменьшить. Да? Вот. Ну, вполне приличные плоды. Часть из них, смотрите, в траве валяются. Видите, мелкие. Это в стольце манчжурицев. Плодоносят оба. Давайте, может быть, двое будем оставлять, а? А вы видите, что было три? А вот сюда, видите, вот это вот? Черное, это, гниющее место. Ведь когда-то это дерево старше было намного. Ну, не пошло. Как оно бывает? Это просто рушится. Знаете, как? Ах, упало. Стоится только место подровнять, и все. Вот оно было, где дерево. Вот это было культурное. Оно дало прирост. Одну ветку культурную, одну дикую. Может быть, и надо две. Одна страховой фонд. Вот, потому что ее заморозить сложно. А вторая культурная, ну, тут же как повезет. Один год обе плодоносят, другой год только дикая. Один год обе, другой только дикая. Ну, как? Кого-то убедил, что не надо рубить с плеча, не надо думать. Вот, видите, у него возле руки пошла вот этот вот побег. Этот побег, я не знаю, это надо, знаете, как? Еще раз, если бы кто-то из вас попрекалывался и отправил на тот канал, где миллион подписчиков, там, где царствуют эти дамы, выпустить семеря, вот прям вот так вот, и вот просто искать, прокомментируйте. Первое, что они скажут, срочно пилить эту ветку. Согласно? Идем дальше. Теперь, раз мы заговорили об этом, раз я произнес слово химера, да? Кстати, химеры они долго не живут, а эти живут десятки лет. Вот. Но тем не менее, я еще эту работу не начал. Впереди моя, как ее назовем, впереди моя комментария уникальной переписки моего друга Латинкова, царства небесного, вот, выдающегося садовода, практика, с человеком, который обладает абсолютно только теоретическими знаниями и взялась с ним спорить. Разберем все по косточкам, все это будет, я второй раз обещаю, вот, пока не успеваю, вот. А почему это надо? Я цепляюсь, а я не могу иначе. Я думаю, да что такое? Она взяла и сказала, а мечонечки, это сорта пропали, в основном, кроме трех с четырех, произошло расхимеривание. Ну, давайте так, многие из вас еще не знают, что такое химера. Я сейчас не буду раскрывать его, вот. Но мне стало интересно, а как наука, значит, рассматривает слово расхимеривание? Простите, я обращаюсь к той половине нашего кружка, которая, до которых, это как сказать, которая здесь как у себя дома, ну, то есть, которым не надо ничего объяснять. А вторая половина-то. А для меня слово расхимеривание понятно. То есть, ну как, исчезание. А я решил так, это я для себя переписку Латинкова с той дабы, серьезной дабы, просто взял, и вот это слово, расхимеривание, решил для вас расшифровать. Для меня понятно, исчезло. Было потом одно поколение, второе, третье, и не одного сорта. Рассосалось. Вот есть такое слово, рассосалось. Рассосалось. Тогда я взял и решил, а давайте я возьму его, это слово, и посмотрю официальное название. И сейчас посмеемся. Вы думаете, что там все за умное? Хе-хе-хе, и что вы? Итак, расхимеривание. Процесс утраты химерности. Расхимеривание, утрата химерности. Когда растение избавляется от мутировавших клеток и компенсируется до здоровой зеленой формы. Господи. Господи, боже мой. Я, ладно, думаю, давай тогда, раз избавляется от мутировавших клеток, давайте я сейчас возьму и процитирую, как наука объясняет термин мутация. Раз из мутировавших клеток, значит мутация. Мутации, стойкие изменения, я это знаю, но я для вас. Стойкие изменения генотипа, возникающие случайно, самопроизвольные, являются материалом для естественного отбора. Если здесь написано «случайно», то при чем тут наша работа, Латинкова, Женезова и всех остальных, а? Это же все случайно. А знаете, почему здесь «случайно» написано? А у нас не случайно. Да потому что ту работу, которую мы проводим, и те результаты, которые мы получили, вот, это действительно, на самом-то деле, это мутации. Просто никто раньше этим специально не занимался, поэтому мы написали «возникающие случайно». Вот, 1901 год. Ну, кто умный, тот меня поймёт. Нет, никто умный, кто начитанный. Умных у нас много, ребят. Вот, я надеюсь, я никому не испортил вебинар. Выбрал эту фотографию. Видите, это привитое дерево. Вот. А вы уже отличаете, вот эта тёмная окраска, это значит привитое. А вот эти со светлой окраской, а это вот, Джордж, это рапаной. Вот. А вот это вот, значит, получается будущее химера. Можно с ней работать? У меня в таких случаях накопилось несколько десятков. Это уникальный материал, подтверждающий, что гигитеринговый галярин существует. Есть проблемы, способы как-то остановить, не допустить расхимеривания. Вот. Та дама знает, что именно Мичорецкие сорта расхимерились. Она права. А как не допустить? Вот это уже не для неё. Это Латинков. Так. Ну, возьмём вот эту фотографию. Я так, решил так. Ну, зачем я буду, а ведь эта метка неправильная, я надо обязательно отрезать. И полагается отрезать заподлицо с землёй, чтобы дерево это погибло. Но всё равно полагается. Незаконно, неположенно. Ну, почему я не перепрямить? Так ведь? По крайней мере, я предлагаю способ, место уничтожения. Просто предлагаю. Будем писать, что это просто учебная фотография. Вот это жуткая вещь. Вот. А, знаете, час прошёл, пустите меня на кухню подогреть кипяточек, ладно? Потому что сейчас мы будем с этим товарищем разбираться. Ведь это... Он же не знает, что делает. Мы будем учить его или хотя бы тех, кто меня слышит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я, конечно, боюсь повторов, но очень быстро. Итак, сейчас. Значит, каждое дерево имеет что? Скелет, корни, штамп, крону. Вот. Причём, генетически это решается, решалось и ради того, чтобы дерево выживало. Вот. Оно имеет ещё специальное, подчёркиваю, для этого человека. Этот специалист, он сейчас искалечит дерево, получится рано на концу. Вы видите, он намеревается рано на концу сделать. Будет она до мороза, вниз открыта снегом, значит, туда попадёт мороз, выживет, прям мороз выживет, буквально как зубами. Генерал Мороз выживет там рану страшную. Вот. Дерево начнёт болеть, его начнёт опрыскивать. Но это ещё не всё. Это уже ясно. Если это дерево возьмёт и начнёт закроется снегом, вот, там тепло будет, ну, там будет гнить. Оно будет гнить уже от избытка влаги. Вы знаете, абрикосы, чего они любят? Я обычно упираюсь в абрикосы и груши. Вот. Ну, как самое, ну, как... Вот, человек взял, скорее всего, это груша, да? Вот. Ну, вероятность, 90%. Он на самом штабе уже как страшный хран понаделал. А вот эту оставил нам на закуску. А чего он не знает? Знаете, что? У дерева есть ветки, почки, я уже сказал, там штаб, там этот самый, корни. Есть почки. А часть почек находится, и как вспоминаем мои первые миналии, спящие. Она может спать всю жизнь, если не подходить, не калечит дерево. А его может человек сам искалечит, а может посадит в то место, где ему, ну, просто некомфортно. Вспомните, это, ветер, вспомните серный склон, сколько я вам рассказывал про это. Вот. Почва не та, все не то. И дерево очень плохо приходится. Я вам потом покажу таблицу, ахнете. Специально для вас. Я очень надеюсь, еще где-то идти до нее. Это очень важно. Пусть долго, пусть как тот вебинар, нудный, еще один. Ну, не надо было меня хвалить. И тогда вот, что он делает. Дерево имеет запасную, а это заложено в генах, кустовидную форму. Попав в неудачное, этого я буквально цитирую, с себя железо, потому что нигде не читал. Потому что это надо отрезать. Вспомните, выпустите мировики. У нас шикарное образование, и давай это учить деревья калечить. Так вот, это значит, что запасной вариант, кустовидную форму. Попала, косточка, семечка, летит, ураган. Она может улететь за 100 километров, за 10, даже за 100 метров. И там уже другое место. Ближе к водоему, корни загниют, подальше к водоему, простор, зато ветер, потому что уже выше. Попробуй найти подходящее место. И тогда, где выше, ему нужно иметь запасной вариант, и крона начинает загибаться. Вот, сильно высоко. Вот, а я вам покажу специальную таблицу. Это моё очередное, ну, открытие старое, там, 25 лет назад начал причатываться. Но до сих пор об этом практически не знает наука. Я не преувеличиваю. Иначе бы этого не было. Иначе он не стал бы делать метровый штаб. Вы видите, что он сделал метровый штаб? Вот. Так, всё это мы будем проходить. Итак, он сейчас дерево выбросило. Ему стало плохо. Он уже несколько леток уничтожил. Значит, просыпается спящая пушка, и надо восстановить свою корону. А, во-первых, она покроется, он ей не дал, она была с листьями. Она кормила с помощью фотосинтеза глюкозы корни. Корни, потому что она находится возле корней. Понимаете? Вот. А человек не даёт. Для него это мусор. Для него он же этот. Вот его основная профессия плотника, вышел на пенсию, решил, руки чесались, и решил дерево это превращать в эти самые, в табуретки. Вот. Ну, в общем, увидели, да? Поняли меня. Я очень надеюсь, запасная, запасная программа, спящая пушка, требует в случае, если крона неблагополучная, кустовидную форму, кустовидную. Вот. А ему как внушили эти бесконечные публикации, внушили, что это ненужное, и она плодоносить не будет. Будет плодоносить. Как правило, третий год. Почему? Если это, я сто раз повторял, если это спящая почка, то на второй год, а если это из клеточных материалов, то трудно понять. Тогда она заплодоносит на третий год. Так как эти специалисты не вращивали деревья, они бы знали. Вот один, два, три года, и будет плоды. И зачем тогда уничтожать часть дерева? Ну, зачем? Не положено. Назвав вот эти вертикальные ветки полчками, самое нежное слово предвидительно жирующие отуих. Вот это посмотрели. Идем дальше. Значит, к сожалению, вот это дерево, это мое дерево, это вишня, которая, это прививка, и прививка в самом низу. А дальше она пошла вот так. Почему? Если бы она имела бы, она бы была бы из семечка, она была бы нормальной, штамп имела почти такой, если не калечий. Нормальной, штамп имела. А здесь вот так получилось. На какой стадии, чтобы вот эта беда, которая приведет к смерти, на какой стадии надо было бы избавиться от одной из двух близистых веток. А это сейчас и случается. Почему? Прививка это просто была ветка боковая. Она могла вырасти метр, два, а не в огромное дерево. Но когда эта двойная почка, с которой это все пошло, попала в виде прироста, в виде прививки, в виде привоя на мощный вишневый подвой, вишневый штамп в воде мощный, она развивается как ветка. Привили? Это не особый случай. Это ничего не имеют с семечком, с косточкой. Ничего. Это боковая ветка, которую насильно сделали вертикальной. Можно ли этого не допустить? Вот тут железо уговорить. Наверное, на самой ранней стадии можно было бы сделать. Что-то в этом роде. Понимаете? Вот. Что-то в этом роде. Не обязательно отрезать. Можно перепривить. Но на на 20 лет раньше. Если уж можно было даже просто оставить, ну, когда она была вот такие вот, оставить пенечек, ну, сколько, ну, размером с карандаш. Вот. Она бы покрыла в несколько фонаря. Она бы в свою очередь подачала бы давать более тонкие ветки, превратилась бы в обыкновенную запасную второстепенную ветку. И вот этого бы не было. Почему вот это произошло? Они буквально, это очень урожайная вишня, это из Украины привез, это Жуковская. И она начала разрываться пополам. Разрываться. вот эти, ее нехом было удержать. и заканчив разговор. Этой осенью под урожаем, есть фотографии, ее разорвало пополам. Вот что случилось. Еще раз, все надо делать вовремя, требовать от меня, когда я был это самое, знаете, рассказывать, что такое, почему в Америке говорят, если ты умный, то почему ты бедный, то у нас в России наоборот, если ты умный, значит ты бедный. это значит мне не хватило вот допустим подойти, постоять, прикинуть 20 лет назад и тогда бы это дерево было бы живо. Или вот так бы сделал, вот так. Ну вот так бы я делать конечно не стал. Поняли, да? Вот этот, это учебный снимок. Еще один такого же типа. То же самое, привито, это слива, шикарная слива. Вот. И так как она, это то, чего добиваются. Добиваются обычно и таких схем, вот набирайте схему обрезки деревьев. А еще добавьте слово чаша. И вы увидите, что требует вот так вот, чтобы они были вот так. Вертикально нельзя, нет, нельзя вот. Ну то же, как вот на фотографии. А что из этого получается, им голову не приходит, потому что они, если они не могут подождать 2-3 года и учат отрезать вертикальные ветки, то как они могут догадаться, что через несколько лет из этой чаши начнет разрушаться все дерево. Поняли, да? Вот. Ну, про это я уже говорил, как-то показывал. надо вас стереть его, чтобы не повторяться. Еще раз. Одна из первых глупостей и последний сделал лобной железом. Это то, что я нижней части этих самых почек просто отломал. Вот это была величайшая глупость. Почему? Как-нибудь подберу фотографии. И у меня как? Вот когда там фотографии, а это нет рядом. Вот. А по темам у них сотни тысяч, я потом найти не могу. А там у меня наоборот. Значит, дерево уже вот такое вот. Прекраснейшее урожае груш. Великолепная лада. Сотни, сотни с нее срезаны веток. А я ветки резал, резал, резал. И вот, а вот это вот дизельная часть прошло 5-10 лет. Они пытались обрастать. Вот. Но как-то так не очень. И ветки, которые отрастали, тут же сохли почему-то. И вот проходит 27 лет эту фотографию, не фотографию, а от натуре этот. Я же почему запомнил? У меня память избирательная. Стыворин Василий Накенчевич, главный редактор популярнейшего, самая красивая газета садоводческой России, называется Сады Сибири, стоит рядом со мной, и я на глазах обдираю эти самые. До сих пор просить не могу. Вот. Ну, он ко мне приехал договариваться делать что? Репортажи, делать эти статьи. Вот. Он приехал по слухам. По слухам сказал, я хочу познакомиться железом. Вот. Это было. А я это было до сих пор стыдно, но зато это учеба, теперь вы знаете, что прошло 20 лет, и вдруг однажды фотографии есть, наткнусь, покажу, опять с самого внизу, все обросло ветками, примитыми, то есть, это, привойными, не химьяра, ничего, привойными, все опять мощно обросло. А за каким хером, ой, извините за грубое слово, за каким чертом я 20 лет назад это все отрезал, а? Умников наслушался, вот этих вот, а они как были, так и есть. А почему я взял такую фотографию? Да пусть живет. Вреда только одних много. Ну, самые 20-летние поиски, особенно последние 10 лет после приезда Курдюгова, мы с ним искали на яблонях, где дело в том, что абрикосы слева, косточка, а на них вообще не верят. Вы знаете, рана будет такая? Что бы там ни говорили, как бы нас ни уговаривали, отрежьте, сделайте рану на кольцо, она заживет. Они растут раны вместе с деревом. Они никогда, они могут маленьким таким небольшим обрасти, и все. Никогда. Надо было сотни увидеть. А яблони иногда чуть-чуть, вот чуть-чуть, вот чуть-чуть пытаются это. И мы ходим, 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 ходим. Вот. Но мы ходили по соседям. Я привел к соседям, у которых росла это знаменитый краснодарский пипинчик, который дерево такое небольшое, 30 ведер давало. А там пень, а его никто не уничтожал. Я сделал 40 привек, вот. Прошли годы и приезжал телевидение, я гордо открывал калитку, у меня есть фотографии, и говорил, вот это я привел, соседи стоят податкивать. Посмотрите, какие урожаищи, да? А пипинчика не спилили, потому что, а зачем его они удачили? Пальцы гнуть, и как там? Зачем этот пипинчик нужен? Пришли годы, приехал их. Я специально говорю, я утирую, то есть, я подчеркиваю это, потому что это и есть сама жизнь. Я обязан это сказать. Приехал их, ну, скажем так, бывший муж, Алексей, хороший парень, вот, взял секатор, взял пилу и пошел пилить все подряд. И допилился так, что все 40 яблонь, которые мыли, они все, и он попал до начала этого, как это называется, то, что я потом назвал бактериальным, даже биологическим раком. То есть, не вот этот грибок, который на самом деле безобиден, только об этом на всей планете знаю и один, как грибы на дерево безобидны, честные работяги, но об этом даже знаю и один и мои ученики. А наука не знает, она учит с ними бороться, потому что те, кто делает статьи, фильмы, они на этом зарабатывают, я вам покажу ниже. И вот получается, максимум, что мы нашли, склонюм, это вот такой вот, а вы посмотрите, что она уже, вот смотрите, что она уже почернела, а это всё, это не жалит всё. Вот. То есть, пыталась зарасти, ну, это лучше, что есть ещё пара таких фотографий, вот такого типа, но полностью, даже на яблоне, полностью нету. Ещё раз, я проклинаю обрезку на кольцо. Дальше идёт, вот это вот, смотрите, я считаю так, я об этом говорил, но мельком, вот это рано, ради его железа, уговорили, заставили, мозги запутали мне, вот, и тогда я вот это, от это, отрезал на кольцо. Шли годы, пыталась зарасти, но размеры её ещё больше стали, видите? Росло дерево, а это есть та самая, тот же ПТР. И когда она, на мой взгляд, достаточно испортила дерево, вот эта часть стала хрупкой, сюда, в два раза меньше стала поступать соком, и она рухнула. Она пыталась спастись, видите, вот это вертикально, смотрите, сюда, смотрите, вот, это она же, ну, тут уже толстая, а вот это годом раньше, или двумя годами. За все годы, вот эта ветка, она дала, лёдер 10. Вот, то есть, вот это вот погубить рано я не смогла. Как я её делал, внимание, вот это мой семинар. Это люди съехались, со всей России. Самые дальние были, Москва, ну, в основном сибирики, но были и с Европейской России. Это мой семинар. А вот это та самая, вот она, вот она, она рухнула так, что мне не удалось сделать длинный, чем длиннее бы этот пенёк остался, тем больше бы он наброс, ну, не получилось. А на дальнем плане, вон, смотрите, вот она эта самая, Чернобаев, мой друг. А знаете, почему он здесь? У меня было два человека, я их называл группой поддержки. Это Чернобаев и Рыкалин. Сам Рыкалин в моём саду, вот этим же людям, и не только этим, вот, читал лекции. Вот. Читали по очереди. Я, допустим, потом Рыкалин. А вот этот товарищ, смотрите, Чернобаев, он присутствовал при том, как я им рассказывал, как я спасаю дерево. Вот я спас. Ещё раз говорю, за последующие годы Ветер 10 именно вот это вот дало, вот эти вот, смотрите. Вот это, вот это вот, то, что на пне на этом растёт. Ветер 10 за все годы. А кто мне не верит, а вот он, вот он, Чернобаев. Я горжусь дружбой с ним. Уникальнейший человек. Вот. И, ну, как сказать-то, ну, хорошо, когда ты не один. Вот. Ну, вот эта фотография, это значит так. К сожалению, я очень жалею, я разглядел позже. Уже уехал лесоруб, который спилил вот это вот. Ну, мне надо было освобождать место. Для меня этих абрикосов, этих, уже девать было некуда. Вот. Гниют, прямо, 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 гниют, прямо ковром лежат и гниют. И он уехал, а я только потом фотографию разглядел. Надо было вторую. Еще спил сделать на уровне земли. И снова фотографию сделать. И туда, знаете, что вы видели? Вот это, знаете, что за гнилье? Здесь когда-то, раз, и вот как вот, одна случайная палочка осталась, видите, торчит. А якобы, сегодня, они вот так растут. У меня-таки тоже фотография. Много я вам показывал. Если бы я сделал второй спил на уровне земли, вот, да не хватило, ну, не до этого мне было, вы бы увидели, что здесь все сгнило. Почему? Вот эти вот вещи, вот эти вот, еще раз, это учеба. Ошибки эти обходятся страшно дорого, друзья. Еще раз. Здесь он берет, отрезает, но еще в воздухе, видите? В воздухе. А здесь вот, за мной, если тут отрезать, я молодой, иди, резал, 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 резал. Куда наделось? Ой. Резал, резал, резал. Ага. Вот если вот, не дай бог тут отрезать, все. Интересно, что начинает болеть, а смотри, если вот здесь вот, вот на уровне земли. Основное дерево, там страшная рана, оно начинает болеть. Ну, чтобы пронить, им уже существует, это химикат, вы же понимаете. Главное, никогда, не резать, не отрезать, вот эти второстепенные веточки. Вот. Вот эти веточки не отрезать, понимаете? Так же, чем кажется, что они лишние. Вот. потому что дальше, а у меня фотографии же моря, я вам их показывал. Я не хочу повторяться, но я должен учитывать, что новички были, есть и будут. Понимаете? Вот здесь, если сделать второй срез, целиком отрезать, вы увидите на срезе сплошное гнилье. Потому что через вот эти вот, которые просто обламывались, отрезались секатором, чик-чик-чик, и это место начинало гнить. И проникает гнилье в самую середину. Вот это я хотел сказать. Если уже, уже и поэтому тоже, не вздумайте целиком. Укорачивать можно? Укорачивать. Вот видите, вот этот укорочен как бы. Случайно почти. Вот. Ну, это, может, позже я уже перестал с ними бороться. Любая трещина приводит, смотрите, к чему. Если сюда попал мороз, то это значит, что дерево начинает болеть, слометь, и так далее. Вот. И так далее. В сожалению, это истинная правда. Надо стараться, чтобы не допускать этих ран. А вот это, пожалуйста, еще одна. Вот она. смотрите. Это небрежная обрезка, да? Вот. И смотрите, во что превращается дерево. Вы мне скажете, как-то давно симпатично, а вы бы, у меняли константином, взяли бы эту, линейку, оставили бы два миллиметра. Два. Вот здесь вот. И еще было бы хорошо. Еще страшнее было бы. Это я говорю, железо. Если оставлять, то вот так оставлять. Вот самый, вот это. Даже если сухая, запоминайте. Даже если вот эта ветка сухая, вот так оставлять. Уже сюда осталось там ну сантиметр два, да? Всего. Мало. Это значит, что туда пошел мороз. Этот мороз уничтожил абрикос. Поняли, да? Вот это обязательно. Еще раз. Если кто-то скажет вам, давай железо в Депрак. Взяли бы вот, взял бы вот целиком. Оставил бы действительно то, что называется рано на концу. Ну с маленьким допустим. И ничего бы не было. Вранье. Вот. А посмотрите эти фотографии для будущих этих учебников. Сколько мне мозги плутали? Боже мой, я уже вам показывал весь схемы. И на этих схемах это весь самая правильная обрезка. Ну и что? Я живу в Сибири. Это Сибирский юг. Это Южная Сибирь. Это значит, что здесь еще 200 метров не замерзающий не сей. Вот. А эта зима вообще, я такой зимы еще не помню никогда. Несколько дней, минус 35, а потом ну 25, 30, 25, 30. Долго было, наверное, месяц, два. 25, 30, ну особенно ночью. Но это же не серьезно для наших мест. Но для деревьев, которые обрезаются, это предел, это смертельно. Вот. А именно вот это 25, 30, это, извините, большая часть России. В отдельные годы это может быть даже юг России. И такие случаи бывают, и страшные потери в садах бывают. Вот. Нельзя этого делать. Нельзя. Если, а это же мой участок. А почему вот здесь так получилось? Я рассчитывал на это. Нет. Я резал для того, чтобы иметь эти, череки на продажу. Извините, вхожу, мне что-то стоять на памяти с протянутой рукой, но если я угробил ветку или дерево, то, по крайней мере, пусть об этом узнают тысячи тех, кто-то пусть смеется надо мной, но пусть больше вот этого никто никогда не делает. Помните, схемы я их рисовал? А вот это правильно. А вот пенек оставишь, тогда он там загнется. А вот без пенка загнулся. А теперь смотрите внимательно. Отличаем здоровое дерево от больного. Так, что мы имеем? Вот это я бланя. Она цветет. На ней есть цветы. Здесь плохо видно, но я вижу внизу небольшое прекрасно, нормально развиваются листите. Живое здоровье. Здесь видно плохо, но там будет лучше. Теперь берем верхнюю часть. Итак, я вот здесь вот, видите, краска. Это значит, что я взял черенок на прививку вам продать. Вот. Теперь смотрите, как она, это самое, вот она почечка, да. Считается так, чтобы эта почечка уцелела, что нужно? Правильно. нужно ее особым способом отрезать. Когда прекрасная дама стояла вот так вот и долг упорно показывала пять направлений секатора. И вот так, наклон в эту сторону, и вот так, и вот так, и вот так, и только пятая, вот как здесь, она сказала это правильно. Но когда вы делаете, отрезаете, тут неважно, ну почка обычно страдает, у нас они почти всегда гибнут. Хоть пять положений, это все, что она рассказывает, это ей нужно деньги заработать, продать что-нибудь, там, какие-нибудь флаконы. Вот это и все на архате. На деле случается следующее, эта ветка вся мертва, вся, отсюда пошел мороз. и неважно, если бы даже как угодно, оставляя тут маленький, как он называется, такой пенечек, отрезая вот так, вот так, вот так, как там она изощрялась. В любом случае, мертво он отсюда, согласны? Теперь берем, смотрим. А что вот эта ветка, до которой дошел? Смотрите, мороз дошел до нее, и она заболела. Вы согласны, нет? Что вы видите там? Правильно, вы видите тлю. Вы видите тлю. А вот та веточка, внимание, вот она, посмотрите, вот, самый левый, левый, посередине, слева, самый левый, вот цветочек, и вот совершенно здоровая листья. А здесь почему скрутила тля? Правильно. Она не до конца, она заболела, она еще жива, но уже полужива. Она подпорчена морозом. И вот так вот, делая вот эти идиотские обрезки, ой, сейчас опять будут ко мне придираться, делая неправильные обрезки, вот, полусмертельные или смертельные, видите, одна ветка мертва, другая полжива, смертельные или полусмертельные, вот, что мы добиваемся? Мы добиваемся, а теперь мы будем что иметь? если она все-таки заплодоносит, вторая ветка, внимание, с цветами, обратили внимание, что все наоборот, эта ветка была еще, она даже более, как это называется, более доказательная. Вот здесь также, заметьте, это совершенно разные ветки, заметьте, это разные ветки. Значит, здесь до чудова замерзла, неважно, что ты, где ты, в любом месте, тут, 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 тут отрезай, все равно мороз дойдет до сюда. И дерево живо, посмотрите, остальные ветки прекрасно цветут, листики в порядке, а на этом точно так же заболело, до чудо дошла, и сюда попал мороз, и подпортил наполовину. Это значит, то процентная смерть, а это 50 процента. Таща также здесь появляется, что, тля, потом, из этих самых, чему я кладу, вот из этих полуживых, вот здесь вот нормально будут яблоки, а здесь будет больное яблоко, оно с удовольствием покроется грибом поршой, причем виновата будет порша, не вот эта вот обрезка, которая привела к порче, вот так, сверху, вниз, вниз, потом мороз пошел вверх, не вот это виновата, а виновата почему-то будет порша, и начинается борьба с этой поршой. Яблоко получается плохое, дальше это яблоко теряет иммунитет, на него садится, именно на него садится бабочка, безобидная, безобидная знаете, называется плодожорка, вот, вот, это принципиально, и поэтому мы не говорим, есть плодожорка, нет плодожорки, мы говорим о количестве плодожорки, дерево сладкое, сладкое, у него будет плодожорка, искалечишь, будет 10 раз больше плодожорки, искалечишь, а если хочешь, чтобы ее не было, ну, зимние яблоки, но там кислоты больше, тогда плодожорка уже хуже лезет, или не лезет, вот, вот так вот, вот это все варианты, я не знаю, долго говорил, долго-долго, я хочу, чтобы вы поняли, это все на полном серьезе, это все настоящее садоводство, это все причины, те самые, которые должен знать школьник любой, вот, а не побежал сразу я, ядом, все, ребята, яд уже не поможет, вот, теперь, время осталось 20 минут, а нет, еще вот эту покажу, итак, смотрите внимательно, вы видите прекрасную яблони, вот, это значит, что, яблоки, видите, все замечательно, то есть, это такой же принцип, вот, эти ветки, еще не искалечены, а здесь, вы что думаете, это, я же разбирался с хозяином, здесь что получается, здесь получается, это не белил, нет, нет, и не пытался спасти, это после обрезки, когда он сделал обрезку на кольцо, вместо того, чтобы она сожила, как учат, вот тут-то точно заживет, вот остается каемочка, заживет, вместо этого, яблони покрылись, грибами, вот, это и есть грибы, вы скажете, а почему не черный рак, а если что, красный рак, вот, и белый рак, вот это и есть, та самая вещь страшная, но рак не виноват, вначале появилась рана, потом мороз все это выжрал, и когда она омертвела, она покрылась белым налетом, а дальше пусть специалисты разбираются, потому что есть латинские названия, я до сих пор, я до сих пор этот самый, сейчас скажу, манилиоз от комикоза отлечить не могу, вот, это значит, что человек угробил, по крайней мере, эту ветку, вот таким путем, не было бы этой раны на кольцо, не было бы этого налета, здесь все было бы живо, и он потерял уже часть урожая, не просто ветку, а на кой черт, если бы она даже была сухая, но она не была сухая, сухая ветка вот так не обрастает. Ну, заканчиваем. Заявление. Я хотел еще попрекалываться, помните фильм про Хаттабыча? Вот. Ну, уже не буду, вот, издеваться над этим, кто вот это творит, вот эти вот советы дает. Заявление. Я, патологоанатом деревьев, тут надо было написать, единственный на планете, чем горжусь, сибиряк железов, за всю жизнь не обнаружил, за всю жизнь, заметьте, ни одной залеченной раны на кольцо. Это заявление. Постулат. Вот. На планете Земля, после обрезки на кольцо, полностью не зажила, ни одна из миллиардов ран. Проверяйте. Мертвые деревья под рукой миллионы. Проверяйте. Дело в том, что, а они же прямо вот, как Тадама, которая, которая якобы, издевалась. Она же говорит, она же сейчас быстренько заживет. А это значит, что она не видела ни это. Она учила. Как она учила? Пол фильма она ходит с секатором и не глядя вот так вот отрезает. А второй пол фильма, чуть ли не с микрометром, он говорит, тут два миллиметра, да. А перед этим, зачем же ты дерево вот так ходила, окалечила? Я когда смотрел на ветки, которые она искалечила, то есть отрезала, на кольцо, ну не брежь, вот так идет, видите как. Вот. Значит, я об одном подумал. Ищу логику. Почему именно это, а не соседние? Сколько жизнь прожито? 40 лет. Я не понимаю, почему она эту отрезала. Я понимаю одно, несколько минут длиннее получается фильм, а значит она больше заработает. А люди там, свет за ним, вот это будут делать. Ну, еще закончу эту тему, потом еще кое-что и будем заканчивать вообще. Итак, когда я обрушился на эту поливки, у нее было тут, видите, написано, 2 миллиона 150 тысяч. Вот. Просмотр. А когда я на нее обрушился, посмотрел, там я, вот, эта, крическа выглядывает. Вот. Вера, Вика, я не стесняюсь говорить, я ее предупреждал. Я стал фильм, я вытер об нее ноги, я в усик. Вот. И взял этот фильм и разместил на ее сайте. Среагировала. Как? Обрезку все-таки надо делать, иначе под грузом урожая, цитирую ее, среагировала на меня. Под грузом урожая плоды опустятся, лягут на землю и сгниют. А теперь смотрите, какое отношение к гниющим на земле яблокам имеет вот это. Она взяла это из интернета. Да? Страшная рана. Это, по ее мнению, зарастает. И после этого еще миллион просмотров. Я радуюсь, у меня 100 добавилось. А у нее еще миллион. Вот это увидели. Представляете, что творится в садах? Смотрите сюда. Где она ее брала? Это не ее. Она ее легко... Наберете схемы обрезки, найдете вот этого страшного, легко найти. А теперь смотрим учебу. Это уже не она. Теперь смотрите, вот это оказывается неправильная рана. Это не она, это уже публикация. Это оказывается неправильная рана. И эту же фотографию, это ей захотелось доказать, что она заживет. Вот она зажила, видите? Она нет. Внимание, она, она, она вот эта правая. она, вот. И вот это используется как доказательство, что надо отрезать на кольцо. Но они же уже так сбоку применка, вот это, а, это оказывается правильно отрезали, искалечили, а уже в скобках искалечили. А это неправильно. Вот так нельзя отрезать на кольцо, но это неправильно. Это тоже на кольцо, но неправильно. И это на кольцо неправильно. И вот это, видите, преступщик сильно получился грубоватый, тоже неправильно. Причем, заметьте, здесь рана меньше вот этой, правильной, два раза. Вот что меня убивает, что, по-моему, идет, смотрите, моя градация такая, самая смертельная. После нее вот это самое смертельное, после нее вот это, вот это смертельное, а вот это еще чуть-чуть, нет, это считается неправильно, она сгниет. А вот это не сгниет, она зарастет. Она заросла, ой, ребята, я устал, но я надеюсь на новичков. Ну еще, я знаете почему, они как будто издеваются над нами. Человек берет, значит, стамеску, он вначале сделал вот эту ранку. Ранка вот такая, смотрите, ну вот как будто его учили. Даже меньше вот этого, маленькая ранка. Мороз, дерево начало погибать, потому что через эту ранку мороз пошел. Выширало вот такое. Человек взял стамеску, еще раз швырил, ну, может, надо было избавиться от гнили. Он избавился. Внимание. А ты мог, специалист, просто брать и не делать рану. Ты мог это сделать-то? Чтоб вот это потом не придуряться и людей не учить вот этому. Зачем тебе рану-то эту сделать? Посмотришь, сколько потом работы. А еще выше, вон еще одна. Чему ты научил? И что теперь мороз не пойдет? Мороз не проходит через живую кору и камбий. Там еще есть один слойчик, но мы сейчас не будем лезть глубже. Вот, там три слоя. И тогда, получается, через микроскопическую не проходит 40 градусов. А почему? А потому что пульсирует раствор. Понимаете? Раствор снизомерзающий пульсирует возле каждой из миллиардов клеток. Ты сколько миллионов клеток уничтожил сейчас? А это ты сделал страшные ворота? Ты думаешь, что спас это? Ты спас дерево? Посмотри, что ты натворил. Вот через твою базу-то не пройдет мороз? Вот через кору не пройдет. А через это? Ты на улице что делаешь-то? В шубу одеваешься. А не раздеваешься. Ой, сколько я договорил. Субтитры сделал DimaTorzok